Приветствую вас, я прочитал вопрос и прочитал ответ коллег, ну не все, не все ответы коллег. Вот, значит, что я хочу сказать вначале. Из ответов мне наибольше всего в подуше пришелся ответ моего коллеги Игоря Летучева, и его ответ мне показался самым правильным. То есть, действительно, нужно учитывать, какой характер мужчины, нужно учитывать, какой мужчина, нужно постараться определить его слабые, сильные стороны мужчины. И попытаться увидеть, в каких ситуациях человек будет наиболее раскрыт для вас. Вот. Соответственно, если этих вещей не делать, вообще, то, конечно, будет довольно тяжело. Потому что, видите ли, если вы будете действовать на бум, не зная вообще, что это за человек, какие у него взгляды, какие у него ценности, и вообще, что для него, так, подходит больше, да, какое поведение ему больше подходит, то вы рискуете лишь только ситуацию усугубить, да, еще больше. Конечно. Сделать ее, ну, совсем печальной. Потому что мужчина подумает, что вы вынуждаете, вынуждаете у него, значит, это все-таки очень негативно может сказаться на нем, да, вот, поэтому я думаю, что начать нужно с этого, и это, в принципе, самое правильное решение. А вот. Значит, теперь дальше, теперь дальше. Значит, перейдем с вами к, собственно, вам теперь. Для чего именно вам признание в любви его? Ну, если вы задаете вопрос, как мне привести мужчину к тому, кто вам признается в любви, значит, наверное, вы хотите, да, этого? И основной вопрос. Зачем? Для чего вам это? Как вы себя собираетесь это использовать? Почему вы не удовлетворены тем, что есть сейчас? Например. Например. Это вот первый вопрос. Второе. Второе. Значит, поскольку никакой информации о мужчине, о себе, о характере ваших отношений вы не дали, то я предполагаю, что самым правильным для вас будет побольше обеспечивать интимных моментов в вашей жизни. То есть, чтобы вы, ну, мужчину располагали к себе побольше, чтобы вы могли его располагать к себе, чтобы вы как-то человека расслабляли, да, то есть побольше быть наедине, побольше быть где-то в каких-то местах, может быть, красивых, романтичных, да, и так далее. А если вы знаете, вот если прямо знаете, что мужчина вас любит, если у вас есть это вот уверенность, что он вас любит, да, вот вы говорите, что если сам не признается, и если у вас есть к нему чувства, то можно попробовать, в принципе, намекнуть первое, намекнуть первое, что он вам нравится, или что вы его любите, например. То есть в этом нет ничего плохого и дурного, если вы первое понимаете в любви. Вот. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Для чего вы это делаете? То есть, если признаваться в любви все-таки ему, то зачем это делать? То есть, вы себе вы себе отдаете отсчет в том, зачем вам это? Знаете, если вы например, хотите, чтобы он признался в любви вам для того, чтобы быть с ним вместе? Для того, чтобы вы получили что-то для себя, да? Вот. Но это одно. Это одно. Если вы хотите просто, чтобы человек был счастлив, это другое. И вот в первом случае, как раз, если вы ну, если вы хотите, чтобы человек был счастлив, именно, то думаете мне, что имеет смысл как раз-таки признаться в любви первой. Если у вас есть к нему чувства, если вы знаете, например, что человека это там порадует. Да? Вот. Думаю, сомнение, что подобное подобное поведение, оно будет самым правильным для вас, конечно же. Вот. Ну и собственно понимаете, если мужчина захочет, он признается. Если не захочет, то он, соответственно, не признается. То есть это не должно быть каким-то обязательным действием. Понимаете? Вот. Это только любовь, а не что-то такое. Ну вот. То есть подумайте, для чего вам это? Подумайте. Зачем? Зачем вам особо предприниматься вам в любви? Ну просто подумайте для себя. Для чего вам это нужно? Вот в принципе вот можно вам сказать. Единственное, если вы будете говорить мужчине о том, что он вам нужен, если вы будете говорить человеку, как вы им дорожите, как он вам дорог, если вы будете говорить ему о том, что он вам нравится, что вы будете говорить, что вы нуждаетесь в нем, и так далее. Вот. то в этом случае конечно тоже, тоже это его как бы подтолкнет, подтолкнет его к тому, чтобы пригнаться вам, если у него есть чувства, конечно, к вам. вот. Вот в принципе именно если говорить о возможных действиях, да, то я думаю так, а более подробно, ну то есть вот, чтобы более подробно, да, нужно все-таки больше информации. Нужно больше информации именно у вас. То есть чтобы именно о вас было больше информации и о вашем мужчине. Да, то есть какой он, может быть, ему будет правильное там что-то подарить, подарить, может быть, ему правильное будет что-то сделать для него, да, вот. Такая вот еще может быть ситуация. цена есть от вас конечно же. На этом я думаю можно закончить. Вот, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи. достаточки, под應該